Сегодня следователи специального управления Следственного комитета России, созданного для расследования преступлений, связанных с применением запрещенных средств и методов введения войны, предъявили обвинение гражданке Украины Надежде Савченко. Савченко обвиняется в пособничестве в убийстве двух и более лиц с общеопасным способом по мотивам политической ненависти. Судом в отношении Савченко избраны меры пресечения в виде ареста. Сама она, как выяснилось следствие, является военнослужащей вооруженных сил Украины по воинской специальности оператор-наводчик вертолета Ми-24. По данным следствия, во время военных действий в районе Луганска в июне этого года Савченко вступила в батальон Айдар. Узнав координаты расположения группы российских журналистов ВГТРК и других гражданских лиц под Луганском, она передала эти координаты боевикам. Именно после этого по этим координатам и был произведен тот самый минометный выстрел, в результате которого погибли сотрудники ВГТРК Игорь Корнелюк и Антон Волошин. Что касается задержания Савченко, то, как выяснилось, она без документов под видом беженки пересекла границу России. И вот при проверке документов в одном из населенных пунктов она была задержана для установления личности. После чего и выяснилось, что Савченко проходит как подозреваемая по уголовному делу об убийстве российских журналистов. При этом очень важно отметить, что само задержание Савченко было проведено в строгом соответствии с российским законодательством. Обвинение Савченко предъявлялось в присутствии адвоката и переводчика, а о самом факте задержания сразу же было уведомнено посольству Украины в Российской Федерации. В данный момент Савченко содержится в одном из следственных изоляторов. И, кстати, в рамках уголовного дела следователи будут выяснять, с какой целью она прибыла в Российскую Федерацию. Мы неоднократно говорили о том, что за военные преступления, которые совершаются на территории Украины, обязательно придется ответить всем и исполнителям, и заказчикам. Кстати, сегодня, как вы знаете, российским судом был заочно арестован Арсен Аваков, который, как и его соратник Игорь Коломойский, обвиняется в организации убийств, применение запрещенных средств и методов ведения войны, воспрепятствование профессиональной деятельности журналистов и похищение людей. И вот, как полагает следствие, помимо прочих преступлений, они имеют отношение и гибели российских журналистов на территории Юго-Востока Украины. Продолжение следует...